насколько верным было кадровое решение президента по хабаровску ну если вы имеете ввиду назначение нового губернатора дегтярева то мне кажется администрация президента испытывать некоторые наивность что там популярна именно партия лдпр вообще и поэтому вот в рамках какой-то там наверное за кулисной сделки лоббирования владимир вольф человек назначили его представителя мне корсет серьезная ошибка хотя лдпр неплохо обычно выступает на выборах на дальнем востоке но в данном случае это протест с одной стороны за губернатора кругово с другой стороны безусловно безусловно это протест за просто человеческое достоинство люди не хотят чтобы им обраду говоря давали профессионалами из москвы решая кто вправе быть губернатором кто не вправе быть губернатором я сейчас отвлекаюсь от сути уголовного дела до решения даже даже российского суда я не имею права здесь расставлять оценки есть там вина фургал или нет но то что он популярный в регионе человек это факт несомненный это что он победил с колоссальным преимуществом и люди выступают за то чтобы они имели того губернатора которого они выбрали вот за это я искренне снимаю перед хабаровцами и хабаровчанами как правильно называют шляпу и вот это наивная попытка что их устроить любой человек из лдпр но мне кажется она привали обречена на неудачу но если кашни пройдет не будет подавлен просто жесткой силой как вы оцениваете именно такой сценарий к сожалению вариант болотного дела 2 данном случае очень велик вероятность этого варианта вот но в любом случае вот как я написал своем твиттере не знаю чем закончится хабаровское дело но то что хабаровчане заслуживают всяческого уважения точно войдут в современную историю россии это факт и это факт почему до настоящего времени президент хранит молчание дело в том что последнее время президент российский президент владимир путин взял на себя роль такого доброго деда мороза он в основном в основном раздает разного рода подарки те или иные меры в области социальной политики огромным шлейфом всякого рода социальных обещаний было обставлено внесение поправок в конституцию включая собственно главную для него поправку ради которых и затевалась обнуление срок вот а как он может прокомментировать когда демонстранты на площади центральной площади хабаровска скандирует путин в отставку но и два варианта или вытискать я устал я ухожу или хранить молчание он выбрал второй вариант нет ли ощущение того что силовая машина в настоящее время стало неуправляемыми это связано с репрессиями это связано с арестами это связано с задержаниями в целом по россии играют ли силовики свою скрипку теперь свою роль в большей степени нежели аппарат президента администрации я думаю что пока путин контролирует силы к но то что он идет на всякого рода поблажки в их адрес этого не всякую сомнению то что генеральный тренд современные внутренней российской политики это закручивание гаек к сожалению торсу совершенно очевидно то что у нас силовые структуры вышли абсолютно из-под общественного контроля ну вот собственно один из пунктов программа нашей партии который мы сегодня приняли на современном варианте это вернуть общественный и парламентской контроле на силовыми ведомствами вот то что у нас силовые ведомства правоохранители ну должен взять слова большие кавычки просто они лишены какого-либо общественного контроля и даже даже символического парламентского контроля это безусловные факты их влияние резко возросло но проблема не просто в их влиянии в ростом на что явление направлено к сожалению мы прекрасно знаю что многие из них напрямую участвуют передели собственности в решении коммерческих хозяйственных вопросов с использованием силовых структур и в ряде случаев просто в прямом крышевание криминала вот это конечно для страны трагедия когда ее правоохранительные органы фактически вовлечены криминал ну я довольно давно не вхож коридор кремля поэтому я не могу стоверно сказать что там происходит и какая информация доходит реально до владимир владимирович учет на того что говорят что он не пользуется интернетом но я думаю что это долгая история когда он пришел к власти в общем совершенно бесправным человеком выбранные по принципу наименьшему сопротивления такой управляемые политические фигуры он поставил перед собой задачу обрести реальную власть и среди прочего дал широкие полномочия родственному силовым структурам решение задачи он преуспел но политически очень легко что-то разрешить и очень трудно что-то забрать обратно и я думаю что может быть он уже и сам не рад тому влияние силовых структур которые они имеют в стране вот но степень его контроля достаточно для того чтобы как мне кажется это все мои такие вот просто фантазии на тему не более того повторюсь я не вхож кремлевские коридоры на я был там когда-то вот то есть его влияние достаточно для того чтобы их как-то контролировать по большому счету чтобы не было покушение на его личную власть но вот там гербань и страну по мелочам он уже не можете запретить осень 2020 и зима 2020 политическом смысле будут холодными или жарким ну мне как сейчас вообще наступает достаточно мрачное времена поскольку экономика в тяжелейшем положении к чему еще пандемических ограничений недавно путин опубликовал новые национальные цели страны я кстати у кому интересно более подробно я сейчас делаю такой свой youtube канал мнения вот последний выпуск этому посвятил специально назвав его путин резко умерил амбиции вот национальные цели стали намного 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 скромнее причем по ряду позиций абсолютно горящих типа борьбы с бедностью там вхождение в пятерку ведущих стран это амбициозная геополитическая цель а вот все что связано с экологией с борьбой с бедностью создания рабочих мест то что это отменяете ли отодвигается там на 2030 год с моей точки зрения это конечно колоссальная политическая ошибка вот но понятно что путин сейчас вот как бы живет вот в том мире который он для себя условно говоря придумал я думаю что я думаю что если мы говорим о политической ситуации или в целом о внутренней политике то гайки будут закручиваться вне всякого сомнения не сорвется ли резьба не знаю я много раз ошибался своих прогнозах считаю что в схватке холодильника и телевизора холодильник рано или поздно заявить свои права пока снимаю шляпу перед российской пропагандой она официальный права блестящий делает свою работу с фантастическим цинизмом прагматизмом креативно вот но как показывает вот опыт таких частных протестов на хабаровск яркий пример но не единственное у нас есть шиес колонна тоже связано с экологическими преступлениями есть другие выступления которые чаще связаны формально с локальными проблемами и какими-то вызывающими экологическим преступлениями или коррупционным проявлением местной власти но тем не менее то что страна бурлит совершенно очевидно когда народ как это было в конце 80-х не выдержит там 7 уже теперь восьмилетнего снижения уровня жизни выйдет на улицу по сугубо экономическим причинам не знаю не знаю вот но но говорится металл велик и как показывает опыт того же хабаровска но я об этом писал всегда что когда 600 тысяч в городе на улице выходят 80 человек полиция станет судить на вежливые покладистый так же как когда в москве на улицу выйдет 500 тысяч человек полиция займет нейтральную позицию когда выйдет миллион человек полиция с криками полиция с вами бросаться на шоу демонстрантам в москве выйдет миллион пока не знаю пока думаю что нет пока понимаете вот идет колоссальное снижение уровне жизни много лет уже 8 лет эти мерить реальным доходами населения опросами потребительскими с темного индикаторов вот но пока еще это не тот ужас не тот экономический коллапс финансов потребительского рынка который был скажем начале 90-х чат люди адаптируются они заняты вот приспособлением приспособление что они протестом потому что вот они переходят сыра на сырный продукт вот когда не будет и сырного продукта тоже тогда не выйдут на улицу